Хочу выйти на улицу и заснять наш дом, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну там такая изморись дурацкая, что мне вообще не хочется, не выходите. Ну ладно. Вот это наш дом. По названию этого видео сегодня и речь пойдет о том, где мы живем. Я хочу показать все. Поэтому добро пожаловать. Когда мы заходим, мы идем проверять почту. Ключ есть только у Ромы, поэтому это может сделать только Рома. Вот так вот у нас наш ящик. Очень много рекламы приходит, поэтому ее можно сразу выбросить в этот контейнер, который перерабатывает, ну отходы, которые перерабатывают. Другими словами, словами бумага. У нас есть два лифта. И автоматически один переезжает сразу в лобби, если никто его не вызывает. И сейчас поднимемся на третий этаж, там находится прачечная. Закрывайся. Пауза затянулась. В лондоре никого сейчас нет. Хорошо. Это наша прачечная. Здесь мы стираем. Я в каком-то видео уже снимала. Проводишь карты, с тебя снимаем деньги. Как написано, 8 долларов за 3 часа стирки. Но до сколько одна стирка, а она длится 35 минут, неизвестно. Когда проходит 35 минут, мы перекладываем свои вещи в сушилку и еще 42 сек... Ой, минуты. Речь идет о минутах. И когда проходит 42 минуты, мы вытаскиваем и уже готовое белье внесем к себе домой. А вот здесь три секции со стиралками. В лондоре работает каждый день, по-моему, до 7 вечера, если я не ошибаюсь. И сейчас мы находимся на девятом этаже. Добро пожаловать! Так выглядит моя комната. Когда я первый раз заехала сюда, ребята открыли дверь и сказали, что, ну, собственно, это твоя комната и есть. Вот так вот она выглядит. Это входная дверь. И здесь у меня есть столик, диван. Это разложенный диван. И столик для работы. Этот столик мне отдал Виталик. У него был раньше этот столик в комнате и этот стул. Но потом он себе заказал новый столик и стул. И мне по наследству, как от старшего брата, это передалось. Здесь есть такой ящик, где у меня всякая мелочевка хранится. Мой ноутбук. Косметичка. Книга, которую мне дал Рома почитать. Это ветровка, которую мне подарили на работе с нашим логотипом. Chancellor Hotel. Здесь несколько журналов и книг, которые мне подарил, не подарил, а просто дал Рома, чтобы я что-нибудь почитала и поучила. Но боюсь, что никогда руки до этого не дойдут. Это шкаф-купе. Собственно, здесь вещи общие, поэтому особо показывать, наверное, не буду. Просто у нас там хранятся вещи. Вот, и как можете увидеть, здесь два прохода. Один в коридор, второй на кухню. И мы проходим на кухню. Здесь у нас посудомоечная машина, которой я не пользуюсь. Мою посуду руками. Здесь всякие ящики с посудой. Там мусорное ведро. Сюда мы выкидываем только органические отходы, которые я узнала об этом недавно. А сюда выкидываем все, что связано с пластиком, пакетами. Наш холодильник. Микроволновка. Наверху ящички. Там ничего не хранится. Такая вот плита. Здесь шесть комфорк. Но, честно говоря, я одну комфорку не понимаю, как ей пользуется. Вот эта вот, где чайник стоит. И здесь духовой шкаф. И всякий хлам хранится. Этими ящиками мы вообще не пользуемся. Это грильница. Виталик покупал. Очень красиво. Очень вкусно. Получается мясо, грудка и все, что на ней делают. Это заварочный чайник. И недавно Рома купил себе кофемалку. Почти каждый день теперь пьет кофе. Также мы покупаем бутыли с водой. Мы с Ромой пьем из бутылки, а Виталик пьет из фильтра. Закрою окна. Виталик. Называется вещь, которая... Масло, которое он капает. Дезодоратор, газолиор, ароматизатор, ароматерапия. 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 Ладно. Эта вещь мы не знаем, как с Виталиком называется. Но сюда можно капать масла. Где-то здесь такие вот масла у Ромы есть. Целая куча. Пару капель капает и приятно пахнет в доме. И плавно переходим в Ромину комнату. Здесь у него стоит его велосипед, на котором он давно уже не ездил, потому что у нас плохая погода всю эту неделю. Шлем, какие-то журналы, книги. Телевизор большой. Я бы даже сказала огромный. Такая тумба. У меня, похоже, только она побольше. Столик журнальный. И вот диван, где он спит. Колонка. Apple колонка, которая реагирует на голосовые просьбы для Siri. Ромины камни, кристаллы, которые он собирает. Весы здесь и есть. Вторая картина в нашем доме. Вентилятор, который нам служит. Вот вытяжка, когда мы готовим, мы открываем окно, включаем вентилятор и проветриваем наши апартаменты. Его рабочее место, ноутбук, кресло, светильник и еще другие светильники, которые здесь находятся. И, собственно, такой у нас вид из этой части дома. Здесь находится полицейский участок. И там, если вообще видно, Макдональдс. Так, проходим в часть, где у нас находится ванная. Здесь сразу включается вытяжка. И вот такая вот ванная Ромина, моё Виталикино полотенце. Такая вот странная система крана. Это холодная, это горячая. Чтобы включить горячую воду, надо полностью открывать. И там нереальный напор воды. Я даже в первый день не смогла помыться, пока ребята мне сказали, что это так должно быть. Здесь всякие принадлежности, чтобы умываться, чистить зубы. И здесь тоже. Все как обычно. Здесь, Виталика, это ваш общий шкаф, наверное? Или это только твой шкаф? А, ну это Виталики. Можно открыть? Я пылесос покажу. Ой, псс. Здесь такой шкаф. Пылесосик небольшой. Доска. Чтобы гладить вещи. И Виталик, вару слов про свою комнату, расскажи. А вот это, кстати, что? Это можно менять температуру? Наверное. Здесь температура измеряется, а это, скорее всего, термостат. И можно включить батарею. Ну, наверное, это на тратить электричество и за него платить, короче. Ну да. Вот моя комната. Что здесь главное? Это, конечно, кровать и настольная лампа. Кроме этого, хочу рассказать про беруши и повязку. Я это использую, чтобы утром хорошо высыпаться и слышать звук рабочего класса за окном и не видеть свет, когда сплю. Ну, тут у меня есть стол. Такой стульчик новенький. Столик новенький. Кстати, у ребят столы поднимаются, если с сенсором нажать. Нанотехнологии. Как у тебя было? 27.9? Я не помню. Я настроил что-нибудь. Окей. О, у тебя здесь окно открыто. Вот наш Макдональдс. Недавно, позавчера, здесь был митинг. Вы так и не поняли, да, почему митинг был? Нет? Что-то по-испански говорили, может быть, популяризировали язык. Что-то на испанском. Вот. И шкаф. Ну да, на него хранится чемодан. Это я только что сама узнала. Надбук. В общем, вот такие вот у нас апартаменты. Спасибо, Виталик, за экскурсию. Пожалуйста. Почему она включилась? Наверное, Рома где-то рядом, раз она включилась. Сири. Хей, Сири. Офф. Живем мы дружно. Прикалываемся постоянно. Убираем все вместе. Каждый еду покупает себе сам, готовит сам. В магазин ходим вместе. У нас не так уж много времени, на самом деле, чтобы провести вместе время, потому что все работают только на выходные. Вот, прошлые выходные мы ездили на Golden Gate, а в эти выходные никуда не получилось, потому что у нас погода такая вот дурацкая сегодня. Можно и завтра куда-нибудь поедем. Вот такая вот экскурсия по нашему дому. Надеюсь, было интересно. Поэтому, до новых встреч. Пока. Мам, пап, привет. Забыла сказать, апартаменты стоят около 3000 долларов в месяц. Я за свою комнату, за свою часть плачу 700 баксов, плюс все коммунальные услуги мы делим на троих. В этом месяце у нас вышло 205 долларов за коммунальные услуги и что в них входит. Сейчас прочитаю. Ну, как обычно, газ, свет, все дела. Газ 12 баксов, административное, типа обслуживание дома, я так понимаю, 4 бакса, вода 52 бакса, электричество 25 и интернет 90 баксов. Плюс я еще получила за интернет свой мобильный 40 баксов тариф и буду покупать проездной за 78. То есть все вот эти вот расходы, они никуда не уйдут и весь год будут примерно такими. Вот. Ну, а теперь спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, понравилось. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok